Всем привет! Начинаем новый влог. Влог я хотела бы начать с отзыва на продукцию Fresh Bubble, потому что как-то во влоге я вам показывала свой заказик. Девочки очень просили после того, как я протестировала данный продукт обязательно поделиться отзывом, потому что многим интересно. Это у нас Fresh Bubble, линейка от компании Levrano. Продукты это натуральные, с натуральными составами по уходу за домом. Первый у меня продукт это спрей для ванной комнаты. Мне понравилось, что здесь распылитель. Такой формат мне очень нравится удобно мыть ванну. Хорошо отмывает и ванну, и сантехнику. Сантехника прям блестит после этого средства. Что касается аромата, ароматик такой немного неприятный у него есть, но он в меру. То есть бывает такое, что настолько такой гидрёный аромат, что задыхаешься. Нет, здесь такого нет. Аромат есть, но он такой еле уловимый, лёгкий. Не такой прям ужасный, как у многих других средствах. А по действию просто супер и стоимость для натуральных продуктов достаточно бюджетная была. Следующий продукт это у меня гель для мытья посуды, цитрусовая свежесть. Также натуральный, он подходит для овощей и фруктов, для мытья детской посуды. Отлично. Аромат у него такой цитрусовый, лёгкий, неярко выраженный. Отмывает посуду хорошо. Единственное, плохо пенится. Но для натурального продукта это естественно. Если вас это не пугает, то очень советую его. В принципе, я также покупала средства от Фаберлик. Они также не очень хорошо пенились. В принципе, схожее, что это есть. Именно в самой консистенции и в том, как пенится продукт. Но меня очень подкупает, что натуральный состав, что можно мыть овощи, фрукты, детскую посуду, так как у меня маленький ребёнок. Поэтому меня это устраивает. И как бы для меня это не критично, что не так много пены, как от того же примера Ферри. И следующий продукт это у меня спрей для чистки стёкол и зеркал. Я вам говорила, что такими средствами я не только окна и зеркала мою, но и просто поверхности могу любые протирать. Что касается подействия для стёкол и зеркал, отлично очищает. Аромат у него лёгкий, ненавязчивый и разводов не оставляет. То есть отлично всё убирает. Ну и также я поверхности вытираю. Поэтому у меня такой прям расходник-расходник. В общем, мне эти продукты понравились. Действительно очень. Могу их советовать. И в комментариях девочки, пишите, если пробовали какие-то другие продукты с этой линейки. То, что вам понравилось. Именно по уходу за домом я присмотрюсь и тоже попробую возможно то, что вы мне посоветуете. Но, в общем-то, я довольна и действительно могу советовать вам эти продукты. А мы продолжаем с вами влог. Сейчас мы поедем в гости. У нас сегодня достаточно такая хорошая погода. И берём вас с собой. Спасибо. 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 Ну она в магазине распустила все косички свои. Болячка под носом. Да? Как хулиган. Вот мы, кстати, сюда заходили в Магнит косметик. Я вам показала ассортимент какой-то. Вот такой был со скидкой. А ароматик какой, средненький. Вот так, потому что здесь вообще никаких скидок таких нет хороших. Да, милаш? Уже все. Вот, действительно, уже все. Здесь все закончили. Сейчас зайдем еще в обычный магазин и пойдем в гости. Мы в гости приехали сюда. Так что, девочки, сегодня еще раз убедилась, что все, акции, все. Конец всем пришел. Я, в принципе, думаю, как бы и не ожидала уже чего-то увидеть. Еще интересного. Просто рядом был магнит, поэтому зашли. А так я, в принципе, рада. Я это приобрела. Очень много ароматиков. Вот так. Скоро, кстати, сниму. Покажу вам все. Говорим общее такое уже мнение. Итоги подведем всей распродажи. У Анастасии не такая хорошая погода. Тепло. Да, дать? Классная прям погодка такая. А вот где погода? Я купила еще. Ивана себе там покупки совершила небольшие. Также резиночки такие интересные. Взяли в Магнит Косметик со скидкой прям рублей 37. Что, я не стою дома? Похоже, наборчик. А сейчас идем в гости. Сама катается. Девочки сейчас зашли еще в рубль бум. Хотела встретить там парфюмерию. Я, кстати, раньше никогда не обращала внимания, что там продаются те же самые парфюмы, что и Магнит Косметик. Прям те же самые. Сейчас еще зашли в пятерочку. Дома покажу, что купили. Там такие продуктовые покупки. Девочки, вот наши продуктовые покупочки такие для фаршировки, запекания. Вот такие макарошки взяла. Потом вот такой имбирь. Мне прям захотелось имбирь маринованный. Паштетик вот такой. И дочь у себя мороженое взяла. Все наши продуктовые покупочки. Девочки, вот такие вот мы резинки купили за 37 рублей. Это еще беленькая была, дочь я куда-то затаскала. Мне прям понравились. Такие нейтральные, серо-белые. Прям отлично. Девочки, привет. На сегодня следующий день уже. У нас столько всего нового. Мы это время все занимались садиком. Прошли медкомиссию. Ходили на собрание. Тут наро шумно будет немного, но надеюсь будет слышно. И сейчас едем в то, что к садику покупать. И сейчас хочу еще зайти в Магнит. Это Магнит Косметик, конечно. Мы здесь просто рядом, но думаю, зайду. Ну, конечно, я не сомневаюсь, что я там что-то найду уже. Потому что акция уже закончилась. Но, тем не менее, может быть что-нибудь встречу. Да? В Мамин Магазин. В Мамин Магазин. К сожалению, это не моя сеть магазинов. Но, в общем, идем. Ничего у Магнит Косметик интересного нет. Это слово совсем. А мы сейчас ждем папу. Едем, как сказал, в торговый центр. Кое-что дочь из вещей покупать. Но в садике начались первые трудности. Это выбор футболок на физкультуру для детей. И оказалось, очень сложно определиться с цветом. В общем, я думаю, все девочки, которые давно водят деток в садик и в школу, меня поймут. Дочь тут играет с куколками. Купили ей сегодня вот такую куколку. Вот такая кукла. Такая интересная ситуация тоже получилась. Она давно хотела этого зайчика. Подошли мы в детском мире к витрине, где продаются эти куколки. И, кстати, этого зайчика сейчас мало где можно найти. Милана показывает. И он был на витрине. Да, я дочь показываю. Он был на витрине один, как оказалось. Мы с ней там все искали, искали. И потом девочка подошла. Тоже, как Милана, может, чуть постарше. И она, кажется, тоже искала зайчика, как мы потом узнали. И я увидела его, быстро взяла. Милане отдала. И девочка, видимо, тоже хотела зайца. Она расплакалась, что как-то неудобно стало. Но Милана первая его увидела, да? Ну, мамы такие мамы, конечно же. Ну, своему ребенку вперед. Ну, аж мне как-то прям не по себе стало. Но покажи еще раз своего зайчика. Теперь у нас есть вот такой зайчик. Мы собираемся по лекции. Еще есть вот такой зайчик. Ага, да. Это вот такой же зайчик. И сейчас, кстати, еще покажу, что мы купили к садику. Какие вещички. Первый – это комбинезон. Мы осенний купили. Если будет шумно, то не обращайте внимания. У нас на улице все еще делают дорогу. Поэтому может быть шумно. Так, вот такой вот костюмчик. Осенний-весенний. Курточка. Капюшон. Вот в детском мире мы брали бренд Футурино. 2000, кажется, стоил этот костюм. Так, вот курточка вот такая. И штаны. Ну, кажется, 2000 прям костюм. Вполне неплохо. По качеству мне тоже понравилось. По плотности вообще все, как осенние. Супер. Я так предполагаю, что, кажется, все-таки осенний. Потому что на зимний он не похож. Такой вот будем носить комбинезон. Так, далее. Далее купили две пижамки. Это мы брали в Ашане. И, кстати, на кассе мы узнали, что их еще и акция действует. При покупке двух пижам на вторую идет 50% скидка. Они, в принципе, были со скидками рублей за 300, по-моему. Так еще и такая скидка. Первая вот такая вот у нас пижамка. Синенькими штанишками вот такими. И вторая беленькая с глазками. Очень понравилась с ресничками. Такие вот две пижамки. В садике будем спать в этих пижамках. Также взяли вот такие леггинсы на физкультуру. Двое я взяла на возраст 6 лет, чтобы они были такие чуть попросторнее. Ну, как они по длине, в принципе, нормальные ей. Но не так в обтяжку сильно. Потому что они в этом мерили поменьше. Прямо настолько в обтяжку. Блин, честно. Что им, кажется, не треснут на ней, когда она будет заниматься на физкультуре. 113-119. В принципе, по размеру нам подходит. На возраст там 110-111. Как-то вот так. Девочки, также говорю по поводу цвета футболок, что мы не можем определиться с родителями. Такие определились. Выбрали желтые футболочки. И вот мы приобрели себе. И также тут у меня не только нам попросили еще родители приобрести футболочки тем, кто не смог найти. Не смотрели в магазинах. Вроде как не было. Ну, раз там я уже была, мне как бы несложно. Я приобрела по просьбе еще некоторое количество футболок. Так что будем желтых футболочек. И, кстати, хотела сказать как-то под видео. Мне написали такой комментарий. Я, по-моему, шла в этот день в больницу за дочкой к садикам. Обходили врачей. Мне написали, что зачем нам знать, куда ты идешь. И зачем нам твоя жизнь. У меня комментарий этот просто поверг в шок. В какой-то, я не знаю. Я не понимаю, что людьми правит, когда они пишут такое. Если ты, в принципе, пришла на мой канал, то это уже подразумевает то, что я буду показывать свою личную жизнь. Ну, как, не до такой степени прям личную жизнь какую-то. Но часть своей жизни буду показывать точно. То есть это, в принципе, нормально. И зачем писать такой бред, я вообще не понимаю. Если вам неинтересно, то как бы тогда проходите мимо. Вот я не знаю, вот... Ой, я раньше не знала, что столько таких людей, которые вот не могут, чтобы не слить свой яд. А сейчас, видя канал, я понимаю, что вот таких, оказывается, очень много. И поэтому, девочки такие, которые пишут такие комментарии, сами смотрите, то просто уходите с моего канала, и все. Если вам неинтересна моя жизнь, то вам нечего делать на моем канале. Просто тогда разворачивайтесь и на выход. Все. Понятно, что я снимаю парфюмерные видео, но и влоги, и что-то из моей жизни, и что-то еще будет на моем канале. Поэтому, мне кажется, это естественно. Просто накипело, и решила вам тут рассказать, высказать свое мнение. Девочки, я не знаю, права или не права, но, мне кажется, если вы приходите на канал, и по себе сужу к человеку, то вам интересно все, что он рассказывает. Если вам это неинтересно, какая-то тема, вы просто молча не смотрите это видео, и все, не надо писать вот этот лишний негатив. В жизни у нас и так хватает негатива, и без вот таких вот комментариев. Также часто придирается к словам, вот это меня тоже удивляет, что-то скажешь. Вот, как можно было применить такое слово. Я могу сказать одно на это. Если человек умный, образованный, он никогда не будет поправлять другого человека, тем более чужого. Вы можете поправить своего друга, своего родственника, но никак не чужого человека. А если вы поправляете, придираетесь к каждому слову, что человек не так произносит, то это тоже говорит о том, что вы делаете это так же, и не от большого ума. Не обижайтесь, конечно, но тоже недалеко ушли вы тогда от этого человека, который что-то неправильно произносит. В общем, такая минутка негатива, но просто решила тут сказать в видео, потому что прям не знаю. Прям просто удивляют. Каждый день меня люди не перестают удивлять. Ну ладно, хватит об этом. Возвращаемся к позитиву. Такие вот, в общем, вещички мы приобрели. Пока вроде бы все мы взяли, да, дочь? Все же мы купили. Там уже будем походу докупать, а сейчас продолжаем заниматься домашними делами, и оставайтесь с нами. Если что-то будет интересно, то включимся и покажем. В общем, я тут собираюсь снимать видео с итогами по распродаже многих косметик. Возможно, даже вы это видео увидите раньше, чем этот влог. В общем, у меня тут творится хаос такой немного. На этом буду, наверное, заканчивать данный влог. Огромное спасибо за внимание. До встречи в новых видео. Всем пока-пока. До встречи в новых видео.